многим уже известен своими сортами селекционер из сша том вагнер в этом видео речь пойдет о его сорте томата gnome бой с тенью или в оригинале draft shadow boxing кстати том вагнер стал многим известен благодаря популярному сорту томата зеленая зебра который он получил еще 40 лет назад чем в первую очередь привлекает сорт томата gnome бой с тенью конечно же красивыми плодами с необычным окрасом а кроме этого хорошей устойчивостью к основным болезням и своей неприхотливостью погодным условиям а также он практически не требует формировки куста нужно заметить что существуют разновидности томата gnome бой с тенью есть разновидность long то есть длинный и round то есть круглый у одного плоды вытянутой сливовидной формы а у другого округлые с маленьким острым носиком к тому же есть отличие и высоте куста томата в общем все довольно запутано объясняется наличие таких разновидностей нестабильностью и расщеплением которое может приводить к различным изменениям я покупал семена у частного лица и описание сорта абсолютно схожие с растениями и плодами которые выросли у меня томат gnome бой с тенью считается среднеспелым то есть от сходов до созревания плодов проходит 110 115 дней на практике же лично у меня он поспел позже позднеспелых сортов я не знаю почему так а как только стало холодать спеть плоды перестали совсем растение штамбовое детерминатная заявленная высота куста до одного метра у меня в открытом грунте он был совсем маленьким примерно 40 сантиметров в среднем а вот у продавца который мне продавал семена в теплице он вырастает высотой 1 метр и даже метр двадцать так что высота куста зависимости от условий выращивания может довольно сильно отличаться пуст не требовал формировки посынкования и даже подвязки не нужна была ему и опора в открытом грунте в принципе так что в этом плане он довольно мало требует к себе внимание заметил я еще что растет куст довольно медленно я бы высаживал его раньше других сортов цветочная кисть простая завязывается на кисти примерно 6 плодов урожайность средняя высокой бы я ее точно не назвал устойчивость к болезням у него и заявлено высокая и на практике он ничем у меня не болел томат хорошо переносит жару и даже засуху плоды у томата гномбо с тенью вытянутой сливовидной формы с небольшим носиком расцветка необычная красивая практически трехцветная процессе созревания помидоры сперва зелено-фиолетового цвета потом практически черные когда созревают становятся трехцветными ну собственно вы видите сейчас их цвет масса плодов в среднем 100 грамм могут быть плоды поменьше а могут и до 150 грамм длина плода среднем до 8 сантиметров в разрезе мякоть помидора розового цвета мясистая довольно плотная с малым количеством сока семян много теперь о вкусе сами знаете что вкус дело спорное я говорю каким он был для меня и у меня возможно у вас этот сорт покажет себя совсем с другой стороны вкус на любителя сладости мало больше кислинки при этом пресность присутствует плотная кожица но грубо я бы ее не назвал хороший аромат на этом больше мне нечего сказать по вкусу в общем скажу так есть мне его в свежем виде не хотелось не конкурент он был по вкусу многим другим если не большинству томатов которые у меня росли в этом сезоне как я вижу то применять плоды томата gnome бой стеню лучше для консервирования или для приготовления вяленых помидоров вот мне кажется именно при приготовлении вяленых помидоров он может оказаться очень даже на высоте но лично я еще не пробовал а теперь о недостатках и особенностях томата gnome бой стеню которые я заметил и что именно мне не понравилось очень долго поспевают плоды не знаю почему то может так и должно быть но мне он совсем не показался среднеспелым он начал спеть позже всех на участке процесс шел медленно плоды этого томата не думаю что удивят кого-то по вкусу особенно в свежем виде урожайность также далека от желаемой как мне кажется если я сравню сорт gnome бой стеню с другими сортами которые росли у меня на участке в этом году то он проиграет им по всем параметрам кроме пожалуй красоты плодов и устойчивости к болезням то есть если взять примеру схожие сорта томатов то по вкусу будут намного интереснее такие сорта как чернослив черный мавр или более крупные по плодам сибирская тройка розовая стела балерина и другие из достоинств томата gnome бой стеню можно выделить прежде всего хорошую устойчивость к болезням неприхотливость погодным условиям минимально требуемый уход за растением и конечно красоту плодов вот таким мне показался томат gnome бой стеню я как всегда конечно свои семена с него собрал на всякий случай но желание выращивать его по крайней мере в следующем сезоне точно нет буду ждать ваших комментариев с отзывами об этом томате для меня это всегда важно и интересно хочется больше информации от моих зрителей чтобы обмениваться мнением и опытом спасибо за просмотр буду благодарен всем кто подпишется и поставит лайк всем хороших урожаев и крепкого здоровья Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok